Я вхожу в Комитет по налоговой политике, поэтому обладаю достаточным уровнем информации для того, чтобы вас поставить в известность, что происходит. У меня на самом деле доклад должен был быть построен, ДФС состоит из двух частей. Должен был быть построен отдельная часть от налоговой, другая часть от наможенной. Но мне дали всего 5 минут, поэтому я даже небольшую часть от налоговой, все было навсего, сюда смог включить. Поэтому там можно будет, наверное, следующим разом, там, наверное, дома можно писать, не наверное, а точно. Поэтому я не готовил никакие видеоматериалы, и цифры у меня тоже немного. Но те цифры, которые я вам назову, они вас просто потрясут, поэтому я думаю, что они вас потрясут, поэтому тут это же видео, не надо никаких видеоубеждений. Мы долго беседуем, ромаем копии вокруг налоговой реформы. Мы долго думаем о том, сколько у нас будет процентов платить работник, 22, 21, 18, 10 или 32. Мы думаем о том, каким образом на том не бюджет. Мы думаем, чем выплатить пенсии пенсионерам, и как выплачивать боевые людям, которые, ребята, которых нас защищают. Я вам скажу, вдумайтесь в эти цифры, внимательно, только в Харьковской области ежемесячно перетекает в черный нал, в черную наличку сумма близкая к 500 миллионам гривен. Каждый месяц 500 миллионов гривен, внимание, это 6 миллиардов гривен в год только в Харьковской области. А вы знаете, какой вообще план по сбору налогов у ДФС Харьковской области? Я не буду брать налоги на недра, я не буду брать налоги на газ, которые берут, должны взимать клиента. Так вот, налоговая инспекция Харьковской области, у них средний годовой план сбора 8 миллиардов гривен. Сравните, 8 миллиардов то, что они собирают, и 6 миллиардов, которые перетекают в черную налогу. Каким образом это делается, я вам расскажу. Это группировки, которые известны всем, которые работают последние 20 лет в Харьковской области. Они работают при всех правительствах, они работают при всех прокурорах, они работают при всех начальниках ДФС. Итак, перечисляем. На самом деле эти группировки хорошо известны бизнесменам.